Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Не время унывать, время для секса, наркотиков, панк-рока и революции в Российской империи. Весь искусствоведческий археологический мир невероятно взбудоражен. На раскопках греческого города Ольвии, неподалеку от Николаева, обнаружили великолепно сохранившуюся, полностью золотую тиару скифского царя. Работа поражала своей искусственностью, и такого рода артефактов вообще за всю мировую историю раскопок было немного. Известный торговц-антиквариатом братья Шепсель и Лейба Гохманы привезли ее в Европу и предложили Венскому музею. Тиару осмотрели лучшие венские эксперты, и специалисты подтвердили ее подлинность. Но, к сожалению, австрийцев у музея не нашлось суммы, чтобы купить тиару, и братья Гохманы отправились в Париж. Здесь, в Париже, ее осмотрел целый ряд археологов и искусствоведов. Все тоже признали ее подлинной и вообще не могли скрыть свое восхищение этой находкой. Тиара была оценена в 200 тысяч франков. На сегодняшние деньги это больше миллиона долларов. Сумма просто невероятная. А тем более по тем временам. Газеты требовали от правительства купить тиару. И разрешение правительства тут требовалось, потому что без одобрения парламента Лувр просто не имел права потратить такую огромную сумму. К тиаре уже начали присматриваться англичане. И чтобы оставить реликвию во Франции, два крупнейших мецената помогли собрать нужную сумму. Так тиара скифского царя Саитоферна заняла приличествующее ей место в центре экспозиции древнегреческих реликвий. Проблема была в том, что эта тиара на самом деле была сделана не 2000 лет назад, а всего лишь в прошлом году. На улице Успенской, дом 36, в Одессе, ювелиром Израилем Хацкелевичем Рухамовским по прямому заказу братьев Гохманов. Братья Гохманы, Шепсель и Лейба владели магазином колониальных товаров в Одессе. Они торговали кофе, чаем, сахаром, вот всем таким. В начале 1890-х годов они перебрались в Очаков и открыли там лавку древностей, потому что недалеко от Очакова в середине XIX века обнаружили древнегреческую колонию Полис Ольвия. К слову, в то время Древняя Греция и разные археологические находки всем очень-очень интересны. Сейчас прямо золотой век археологии. 30 лет назад нашли Трою, а до этого вообще считалось, что это место вымышленное, типа Нарнии. В России на северном побережье Черного моря, где было множество древнегреческих колоний, можно было найти какие-то артефакты и монеты двухтысячелетней давности, просто иногда вскапывая землю. И вот помещики, которые получили здесь земли после присоединения этих территорий во времена Екатерины II, уже с начала XIX века с энтузиазмом ведут раскопки. Конечно, это раскопки непрофессиональные, но ведутся они достаточно систематически и довольно планомерно. То есть искатели вскапывают аккуратно весь участок, слой за слоем, находки сортируют, ищут действительно ценные вещи. Но постепенно масштабы раскопок увеличивались и увеличивались, и когда копать стали уже просто все и везде, правительство опомнилось и запретило самовольные раскопки. И этот запрет привел к совершенно неожиданным результатам. Но, по крайней мере, этих результатов явно правительство не ожидало. Начался настоящий расцвет производства фальшивых древнегреческих артефактов. Вот что писал известный археолог и коллекционер Александр Львович Бертье де Лагард в 1896 году по этому поводу. Прежде раскопки кладоискателей, счастливчиков, производились с толком. Найденное выбиралось все дотла, осторожно, с известным и немалым умением. Почти ничто не пропадало. В этом была прямая выгода раскопщика. Конечно, далеко не всегда следили за всеми обстоятельствами находок. Не обходилось и без надувательств в этом смысле. Но еще раз повторю, была возможность добраться до правды. В особенности после продажи вещи, когда скрывать что-либо и лгать почти никому и никогда не представлялось выгодным. Совсем иное дело теперь. Раскопка идет истинно хищническая. Как не попало и что не попало. Большей частью ночью хватает, что попадется под руку, невольно бьют и разбрасывают остатки, вывозят вещи как можно дальше, особенно за границу, непременно приписывают им самое невозможное происхождение, и не только во время продажи, но и никогда ни в чем не сознаются, так как опасность законного преследования всегда остается. Поскольку все новые находки теперь нелегальны, то проверить их историю практически невозможно. В Ростове-на-Дону и в Керчи прямо существовали настоящие мастерские, занятые изготовлением древнегреческих монет, часто даже из старого серебра. И к концу XIX века фальшивки эти стали настолько искусными, что отличить их от настоящих не могли даже порой специалисты. В этих мастерских производят амфоры и посуду, скульптуры и украшения, вообще все, что можно. И вот наши братья Гохманы, открыв лавку древности в Очакале, очень быстро сообразили, что искать настоящие древнегреческие артефакты это как-то долго, сложно, муторно, ну и вообще их как бы не очень много, а спрос очень большой. Братья Гохманы не были ни историками, ни археологами, не разбирались в искусстве, но это все компенсировалось тем, что они были грамотными бизнесменами. Грамотными они были, потому что в конце концов они пришли к настоящему успеху, то есть продали в Лувр Тиарус Кевского царя. Это я к тому говорю, что они, изначально не обладая знаниями в истории и в искусстве, бизнес развивали свой грамотно и постепенно. Вот как это происходило. Для начала они продавали только разные черепки от древнегреческих ваз, которых во множестве можно найти на побережье Черного моря. Но для повышения моржи они начали подмешивать к настоящей древнегреческой керамике, самодельную, которую делали работники просто у них в мастерской. Вскоре они начали продавать и целые амфоры. Целые амфоры, конечно, ценятся гораздо больше, чем черепки. Иногда, например, рабочие делали амфору, потом специально разбивали ее, потом склеивали и продавали так, потому что вообще-то целые амфоры найти довольно сложно. А так получается достовернее. Публика, охочая до древности, вообще-то тоже не особенно разбиралась в древнегреческих амфорах. Товар Гохманов поначалу был очень грубым. При вообще минимальном опыте это было видно сразу же. Но товар этот все равно шел очень хорошо, потому что покупателями основными были туристы. Туристы, он что хочет? Ну, просто магнитик на холодильник. Типа, вот, я был в древнегреческом полисе Ольвия. Реально это древнегреческая керамика или нет? Какая, собственно, разница? Дело, в общем, идет в гору. И Гохманы скоро принялись делать еще и бронзовые изделия. Комично тут то, что Гохманы, и уж тем более их работники, не знали древнегреческого. И поэтому надписи, которые они наносили на свои изделия, имели подчас очень отдаленное отношение к древнегреческому языку. Рисунки человеческих фигур не то, что были плохо сымитированы под древнегреческие, иногда вообще мало напоминали человеческие фигуры. Короче, делали полную шляпу. Но шляпа эта отлично продавалась. Постепенно Гохманы сообразили, что качественные поделки, которые можно загнать настоящим ценителем, могут стоить во много-много раз больше, чем кое-как сделанные магниты на холодильник. И следующим шагом в их бизнесе стало создание ни много ни мало мраморных древнегреческих плит. Дело в том, что самый известный из настоящих находок полиса Ольвии был так называемый декрет протогена. И это такая большая-большая мраморная плита с высеченной надписью. В этом тексте восхваляют гражданина города Ольвии по имени Протоген за то, что он трижды спасал родной город. Вот что там написано на этой плите. Совет и народ постановили. Протоген всю жизнь продолжал говорить и действовать лучшим образом. Во-первых, когда царь Саитоферн прибыл в Канкит и требовал даров, а общественная казна была пуста, он по просьбе народа дал 400 золотых. И немало даров было выгодно приготовлено для царя. И когда отдано было на откуп снаряжение посольства в резиденцию царя Саитоферна, то Протоген, увидев, что город подвергается большим неприятностям, сам, явившись в собрание, дал 300 золотых. И так далее, и так далее, в том же духе. Короче, этот Протоген, богатый человек, много раз давал деньги на разные городские нужды, и вот, в частности, сам выплачивал выкуп скифскому царю Саитоферну. Вообще, сделал много чего хорошего городу. Полный список всего хорошего, что он сделал, неизвестен, потому что нижняя часть плиты не сохранилась. А сама плита уехала в музей, в Санкт-Петербург. И вот Гохманы решили, что список благих дел Протогена можно продолжить, естественно, с выгодой для себя. Им как-то улыбнулась удача, знаете, так вышло, что у Гохманов, откуда ни возьмись, стали появляться утерянные остатки декрета Протогена. Куски мрамора из нижней части с продолжениями деяний этого древнего грека, оказывается, он еще много-много чего хорошего сделал. Это было прямо прорывное предложение на рынке поддельных древностей, потому что подделывать мраморные древнегреческие плиты еще никому в голову не приходило. Мраморы в окрестностях Ачакова просто завались. А в качестве референса можно было брать тот же самый декрет Протогена. Короче, дело пошло. Гохманов, правда, подводило, что ни они, ни их работники не очень-то знали древнегреческий, но это, в общем-то, никому не мешало. Плиты расходились на ура. Надо сказать, что к этому моменту Гохманы все-таки стали повышать качество продукта. Работники, как могли, копировали шрифт с оригинального декрета. Так что часть гохмановских изделий даже попала в Одесский археологический музей. Я бы тут, конечно, погрешил на упадок классического гимназического образования в России, потому что с середины XIX века древнегреческий язык, знаете, перестали преподавать в гимназиях. Вот так-то никогда не знаешь, когда тебе пригодится древнегреческий. Тем не менее, на безграмотность текстов на плитах Гохманов все-таки обратили внимание. И Гохманы довольно элегантно выкрутились. Они типа сказали, не, ну, конечно, тут есть ошибки. А что, древние греки не могли писать с ошибками? Не, ну, в принципе, могли. Почему, собственно, и нет? Но, в общем, как вы понимаете, продать поддельные изделия как бы не обывателям, туристам, а в археологическом музее в Одессе это уже что-то. И Гохманы понимают, что настоящие деньги можно делать не на массовом ширпотребе, а на действительно качественных и достоверных артефактах. К сожалению, декрет протогены нельзя было продолжать бесконечно. Не может же он быть несколько этажей высотой. У греков, конечно, могли быть и другие плиты. Гохманы продолжали их производить. Но вскоре стало понятно, что больше всего прибыли принесут украшения. К этому моменту бизнес уже развился настолько, что братья распределили между собой обязанности. Шепсель занимался перепиской с клиентами, с разными любителями древностей, с учеными, с музеями. Причем имел даже свою систему возбуждения аппетита и интереса к товару. Он, например, любил заканчивать свои разогревающие письма такой фразой «Вы будете обладать такой редкостью, какой никто иметь не будет». А второй брат, Лейба, был больше склонен к науке, и они вместе с каким-то ученым-сотрудником – я не нашел его имя – разрабатывали эскизы и изобретали новые артефакты. И хорошие, качественные украшения они заказывали ювелирам Одессы, и часто ювелиры просто даже не подозревали, что делают что-то незаконное. Перед тем, как перейти к продаже тиары в Лувр, и это, конечно, было вершиной их деятельности, я расскажу сначала другую историю, которая принесла братьям 3000 рублей. Ну, то есть, около 50 тысяч сегодняшних долларов. Но перед этим давайте, наконец, разберемся по-серьезному, почему я все время в своем подкасте так вот лихо перевожу дореволюционные рубли в сегодняшние деньги, и вообще можно ли это сделать корректно? Почему 3000 рублей – это действительно 50 тысяч сегодняшних долларов? Ну, это на самом деле не совсем верно. Короче, время для рубрики «Как это устроено», которую я делаю с партнером подкаста с компанией Selectel, с ведущим в России провайдером облачной инфраструктуры. На первый взгляд задача эта кажется простой. Потому что все деньги того времени номинировались в золоте. В любой момент можно было прийти в банк и обменять банкноты на золото. Один российский рубль приравнивался примерно к 0,770 грамма, а доллар примерно к полутора граммам. Таким образом, тогда курс рубля к доллару, да и вообще к другим, ко всем валютам, был твердым и неизменным. И вот за 1 доллар давали ровно 2 рубля. Представим, что мы обменяем в 1900 году рубль на золото и это же золото обменяем на рубли сегодня. Сегодня у нас это 21 марта. И вот прямо сейчас это будет стоить 3620 рублей. А если посчитать в сегодняшних долларах, то 47. То есть 1 имперский рубль это 47 сегодняшних долларов. Но надо сказать тут, что цена золота менялась за прошедшее столетие. И более того, цена золота менялась не так, как цена на остальные товары. Поэтому попробуем посчитать по-другому. Вот в США есть официальный правительственный индекс инфляции по потребительской корзине. Почему я считаю через доллар по потребительской корзине? Потому что в течение 20 века рубль переживал множество разных инфляций и дефляций. Короче, предположим, мы в 1900 году меняем рубль на полдоллара и теперь смотрим по этому индексу насколько за прошедшее столетие доллар подешевел. Если так посчитать, то получится, что 1 имперский рубль это 14 долларов 20 центов сегодня. То есть в рублях это 1476 рублей. Смотрите, какой у нас разброс получился. 3600 рублей, если посчитать через золото и 1400 рублей, если посчитать через потребительскую корзину в Америке. Разница почти в два раза. Но и этот вариант тоже не очень корректный, потому что на самом деле цены в Америке и в России разные. В России продукты стоят дешевле, чем в Америке. Да и вообще тут надо сказать, что даже перевод через потребительскую корзину не до конца корректен. Почему? Потому что если мы попробуем собрать потребительскую корзину в Российской империи в 1900 году и попробуем сравнить эту корзину с сегодняшней, то мы столкнемся с проблемами. В сегодняшней потребительской корзине, например, есть обувь. А крестьяне вообще-то не покупали обувь, они и плели лапти. Сегодня мы платим ежемесячно за мобильную связь. Как вы понимаете, до революции ее не было. То есть тогда вообще было меньше денег и меньше продуктов на них покупалось. То есть сама ценность денег была ниже. Ну вот есть расчеты, которые позволяют сравнить чисто продуктовую часть потребительской корзины без мобильной связи, без кроссовок. Давайте тоже сравним. И вот если посчитать таким образом, то один дореволюционный рубль будет стоить примерно 700 современных рублей. И самое интересное, что все эти оценки верные. Рубль для одних продуктов будет стоить 3600 современных рублей, а для других всего лишь 700. И поэтому, если говорить откровенно, переводить цены и зарплаты тех лет в сегодняшние рубли некорректно в принципе. Но я так делаю, да. Это чисто для того, чтобы ориентироваться хотя бы примерно. Поэтому условно можно считать, что один дореволюционный рубль стоит полторы тысячи сегодняшних. Ну, возьмем как бы в среднем. Вообще, в свете последних событий я перевожу в доллары, если могли вы заметить. Было бы, конечно, интересно создать онлайн-сервис, который конвертирует дореволюционные рубли в сегодняшние. Как видите, эта задача не из простых. Такой сервис вполне может работать на инфраструктуре партнера подкаста компании Selectel, потому что мощности компании подходят для любых видов расчетов и моделирования. Вы можете создавать любую необходимую конфигурацию под себя. У Selectel большой выбор продуктов и сервисов, настроить которые очень просто из панели управления. И инфраструктура подойдет для проектов любого масштаба. Для небольших задач можно арендовать облако с почасовой оплатой, а для крупных компаний собрать хардкорный выделенный сервер. Узнать больше о сервисах партнера подкаста вы сможете по ссылке в описании. А следить за новостями IT удобно в телеграм-канале Selectel. Подписывайтесь. И так возвращаемся к операции, которая принесла Гохманам первый солидный такой куш. Она происходила в несколько этапов. Сначала Шепсель вышел на известного коллекционера Фришена. Поначалу братья продавали Фришену настоящие древнегреческие ценности, монеты и украшения. Причем они приезжали к нему в контору с местными мужиками, которые якобы эти ценности и нашли. Когда Фришен заглотил наживку, они стали продавать ему все более и более крупные партии товара и среди оригинальных вещей начали подмешивать все больше и больше фальшивок. И закончилась эта история вот как. Я вам сейчас прочитаю воспоминания следователя Евгения Колтовского. Этот следователь рассказывает, что как-то раз к Фришену приехали мужики без братьев Гохманов и сказали, что у них есть что-то особенное и они хотели бы продать эти ценности напрямую без посредников. В контору господина Фришена приехали два мужика из Парутина с известием, что имя открыта богатая могила, стены которой все блестят золотом. В этой могиле имя будто бы найдены, между прочим, большая золотая корона и короткий меч с богато украшенной золотой рукояткой. Как на короне, так и на рукоятке меча надписи. Мужики просили купить у них эти предметы, иначе они будут должны уступить их евреям. Рассмотрев эти вещи, господин Фришена решился на довольно крупный расход и заплатил за них мужикам более трех тысяч рублей. Оказалось, что во всей этой коллекции, стоившей более семи тысяч рублей, настоящих предметов древности было всего лишь на десятую часть этой суммы. Все остальные предметы, в том числе пресловутая золотая корона, были ловкие подделки. Корона эта, в общем, сработана превосходно, вставлена настоящие древние камни и куски античного стекла, золоту придан темно-красный отлив античного золота, и ввиду этого, по первому впечатлению, возможно было принять эту корону за первоклассный предмет древнего искусства. Ну, перейдем, наконец, к вершине деятельности братьев Гохманов, к тиаре скифского царя Саитоферна. То есть, да, братья продолжали эксплуатировать ту самую мраморную плиту с благодарностями греку Протогену, поскольку там было указано, что Протоген не только давал деньги царю, а еще и подносил ему некие дары, то почему бы, собственно, этим даром не могла бы Тиара? Так вот, эту Тиару сделал одесский мастер Израиль Хацкелевич Рухамовский в 1895 году. Тиара эта выглядела как такая шапка, или, точнее, даже шлем, высотой 18 см и диаметром тоже 18 см. Весила она около полукилограмма. Эта Тиара или шлем была весьма тонкой точной работой с изображениями сцен из древнегреческих мифов, а также с рельефными фигурками скифских воинов и с рельефной фигуркой самого царя на охоте. Посередине шла надпись «Царя великого и непобедимого Сайтоферна, совет и народ Ольвиополитов». Причем без ошибок и в точном соответствии с тем, как именно в то время в Ольвии писались буквы. Никаких залетов быть не должно. Тиару братья Гохманы собирались продавать в один из лучших музеев Европы. Она должна была выдержать любую экспертизу. И это был настоящий шедевр. Попробуйте загуглить, найдите ее фотографии. И вот продажа этой Тиары тоже была подготовлена должным образом. К этому моменту братья Гохманы уже продали несколько настоящих древностей в несколько музеев Европы, чтобы заработать себе репутацию. В 1895 году, как раз когда Рахумовский заканчивал Тиару, в Венской газете появилась заметка, что некие крымские крестьяне нашли нечто экстраординарное. И что эти крестьяне ударились в бега, потому что боялись, что правительство конфискует находку. И вот в феврале 1896 года Шепсель Гохман приехал в Вену и был представлен директорам Венского императорского музея Бруно Гухеру и Гуго Лешингу. Сначала он достал из потрепанного кожного стаквояжа настоящие древнегреческие золотые серьги и фибулы. Фибулы это такие пряжки для скрепления одежды. И когда директора достаточно впечатлились, и когда директоры достаточно впечатлились, он достал какой-то предмет, завернутый в шерстяную ткань, и торжественно развернул ее. Позже директора вспоминали. На столе, излучая мягкое матовое сияние золота, стояла древняя чеканная тиара изумительной работой и превосходной сохранности. Только в одном месте виднелась небольшая вмятина, словно от меча, но украшения вокруг почти не были повреждены. Тиара представляла собой куполообразный парадный шлем-корону, чеканенный целиком из тонкой золотой полосы. Эта тиара, чтобы вы понимали, была настолько искусно сделана и якобы так хорошо сохранилась, что если была настоящей, то стала бы реально одной из самых важных и дорогих найденных ценностей древнего мира вообще. Не знаю, там, на уровне маски Агамемнона. И вот за эту реликвию Шепсель запросил 200 тысяч франков. И так как покупка это была крайне серьезной и дорогой, то на экспертизу пригласили виднейших ученых, которые полностью подтвердили подлинность тиары. К сожалению, у Венского музея не нашлось нужной суммы. Директора просили уступить тиару в рассрочку, но Шепсель был неумолим. В конце концов, он уехал в Россию домой и передал корону агентам, антиквару Антону Фогелю и маклеру Шиманскому. Дальше тиара была предложена Британскому музею и Лувру. Англичане отказались, а вот французы чрезвычайно заинтересовались ею. Особенно учитывая, что австрийцы не смогли ее заполучить. Ха-ха-ха, сейчас-то мы перекупим ее. Директор Лувра и руководитель отдела античного искусства безоговорочно признали подлинность тиары. Дальше привлекли других ведущих экспертов. Соломона Рейнаха, Теодора Рейнаха, Мишона, Денуа, Малинье. Честно говоря, мне их имена ничего не говорят, но звучит круто. Ну, короче, все они тоже подтвердили подлинность тиары. Но и у Лувра не было достаточной суммы. Точнее говоря, она была, а чтобы ей воспользоваться, нужно было специальное разрешение парламента, а парламент в это время был на каникулах. Ну, надо же спешить, да, скорей, 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 а то корону перехватят британцы или еще кто-нибудь. В итоге на покупку скинулись два известнейших мецената Карайе и Теодор Рейнак. Короче, надо брать, надо брать, чуваки. Ну, и, в общем, Лувру повезло. Лувр приобрел необычайно древнюю реликвию, и она заняла почетное место в зале античных древностей. Парламент, когда вернулся с каникул, одобрил покупку с задним числом и меценатам вернули деньги. Невиданный успех, короче говоря. 200 тысяч франков это, как я говорил, примерно 1 миллион 100 тысяч долларов на сегодняшние деньги. Из этой суммы братья Гохманы получили 43%, Шиманский 20%, Афогель 37%, причем братья Гохманы были крайне недовольны разделом доходов, пошли судиться с агентами. А если мы вспомним про создателя Тиары, Израиля Рухомовского, то он получил за свою работу всего лишь 1800 рублей. Ну, это, конечно, очень неплохой гонорар, но если в сегодняшних долларах, то это 25 тысяч долларов. Ну, то есть это в 40 раз меньше суммы продажи. Но на этом истории, конечно, не заканчивается. Почти сразу нашлись злопыхатели, знаете, которые стали говорить, что это подделка. Вот один немецкий археолог, Адольф Фуртвенгер, между прочим, известнейший специалист своего времени, написал статью о том, что эта тиара грубая подделка и что от нее вообще будет больше пользы в плавильной печи. Ну, конечно, мы же понимаем, что эта статья инспирирована завистью, злобой и тевтонским высокомерием. Ну, а как же еще? Вот еще российский историк Александр Веселовский писал, «Этот предмет похож на настоящий, но одна только фотография может внушить подозрения. Без сомнения, тиара – вещь исключительно безукоризненной работы, однако настораживает несоответствие декоративных мотивов, взятых из разных эпох, и то, как необычно они выглядят». Еще вот, например, директор Одесского музея, того самого, который когда-то приобрел у Гохманов недостающей части декрета Протогена, выступил он на съезде археологов с докладом, и там, в этом докладе он утверждал, что, ну, тиару он вживую не видел, но зато вживую видел ее продавцов, и что, судя по фотографиям и рисункам этой тиары, вся эта история крайне подозрительная. Еще вот, например, один российский ученый Александр Бертье-Делагард, которого я цитировал в самом начале выпуска, осмотрел тиару в Лувре лично и сказал, что это безусловная подделка, но невиданного качества. Причем он посчитал, что ее, скорее всего, изготовили в Европе, потому что в России нет таких крутых специалистов. В общем, в газетах и в научном сообществе разразилась настоящая война, но ничто не могло убедить французов. Тиара продолжала выставляться в Лувре, а французы продолжали гордиться своим приобретением. Прошло семь лет. В марте 1903 года в парижской газете Le Matin была опубликована сенсационная новость. За подделку картин известных мастеров был привлечен к ответственности художник Рудольф Элина. И вот этот художник и акционист неожиданно заявил следователю, что он глубоко оскорблен открывшимся против него делом и намерен отомстить миру художественных экспертов и антиквара. И вот что он говорил. Наши национальные музеи вместо подлинных предметов искусства закупают подделки. Знаменитая тиара скифского царя Сайтоферна тоже подделка. Я сделал макет этой короны, а золотых и серебряных дел мастер Берон сделал эту корону из чеканного золота под моим руководством. Ну тут конечно все понеслось по новой. Профессор Фуртвенгер из Германии метафорически трясет указательным пальцем и кричит «А я вам говорил!» Все в мире угорают над французскими экспертами. Директора Венского музея вытирают под солбоплаточками и возносят хвалу просто Господу, что им тогда не хватило денег. А французы в ответ на это снисходительно улыбаются и говорят «Ну блин, мы же знаем, Рудольф Элина это известный мистификатор вера ему не на грош!» И только в Одессе все удивляются «Как же так? Какой еще Рудольф Элина? Это же наш Изя Рухомовский сделал эту тиару!» И вот в марте 1903 года в редакцию «Ле Матен» приходит письмо от ювелира и одессита по фамилии Лившиц. «Милостивый государь, я прочел вашу статью о тиаре Сейтоферна и решаюсь писать вам в целях восстановления истины. Я могу вас уверить, что тиара была сработана моим другом Рухомовским. Я жил в Одессе в 1895 году и до мая 1896 года. Я часто навещал моего друга и видел много раз, как он работал в своей мастерской над этой пресловутой тиарой». В общем, ничего уже не попишешь. Скандал получается слишком громкий. Пришлось все-таки создать комиссию, которая бы разобрала это дело по косточкам, но только комиссия состояла из французов, которые, естественно, не хотели выглядеть дураками. А сам Израиль Хацкелевич Рухомовский наконец-то решил защитить свое доброе имя и уже самостоятельно отправил телеграмму в Лувр, что он готов приехать в Париж и все доказать, но только если ему оплатят дорогу. Нужно всего лишь 1200 франков. Газета Фигаро на это заметила, что у Лувра должно найтись 1200 франков для ювелира, если уж нашлось 200 тысяч на саму тиару. В итоге дорогу оплатило французское консульство в Одессе. Израиль Хацкелевич приехал в Париж и привез, кстати, с собой сохранившиеся гипсовые модели барельефов, которые были отчеканены на тиаре. Еще до того, как увидеть тиару, он подробнейшим образом описал ее. Он указал, из каких книг он брал референсы изображений и дал даже точную формулу золотого сплава, но ничем, совершенно ничем он не мог убедить комиссию. Позже он так все это вспоминал. Я, по их требованию, выписал из Одессы свои инструменты и у них на глазах этими инструментами точнейшим образом воспроизвел один из рисунков на тиаре. И всего этого этим господам мало. Неужели я должен сделать новую тиару, чтобы они поверили? Я сомневаюсь, впрочем, что эти господа и тогда убедятся, по той простой причине, что они просто не хотят быть убежденными. Но мы все знаем, как тяжело признавать свою неправоту. Особенно, когда весь мир на тебя смотрит и утверждает, что ты облажался. Но признавать свои ошибки и извиняться необходимо. Французская комиссия в итоге сделала два вывода. Первое. Тиара является подделкой. Второе. Она изготовлена по заказу современным мастером Рухумовским. Респект, Израиль Хацкелевич. Надо тут сказать, что никто из участников этой эферы не пострадал. Тиара переместилась в специальный зал в Лувре, где демонстрируются высококачественные подделки по ошибке, приобретенной музеем. Братья Гохманы продолжили спокойненько свой бизнес. Больше того, в 1908 году Московский исторический музей приобрел у них золотой скифский рог, который тоже оказался подделкой. Удивительно, действительно. И, кстати говоря, вероятнее всего тоже работа Рухумовского. Я тут, кстати, скажу вам, что есть знаменитая коллекция скифского золота. Боюсь, что часть этих изделий тоже могла быть сделана ювелирами Одессы. Новое время так писало о Рухумовском в это время. О Рухумовском говорит весь Париж, печатают его портреты, его зовут в компаньоны известные купцы, его произведения принимают в салон и становятся приманкой для толпы. Пока человек честно и с любовью трудился, на него никто не обращал внимания, а сделал подделку, и земные блага посыпались на него, как из рога изобилия. Израиль Хацкелевич в итоге окончательно переехал в Париж с женой и детьми. Ему периодически продолжали поступать заказы на различные изделия и долгое время он работал, например, для Эдмона Ротшильда. Сам он вспоминал вот что. Счастье улыбнулось мне. Словом, повезло. Я получил хорошего клиента, а Ротшильд хорошего мастера. Мы нашли друг друга. Он красивую работу, а я хороший заработок. Израиль Хацкелевич умер в 1936 году в Париже. Его наследники живут сейчас во Франции, Израиле, США и Германии, а работы его выставляются в различных музеях мира и появляются на аукционах. Дорогие ребята, если уж вы дослушали этот выпуск до конца, то это сообщение для вас. Когда-то, два года назад, я начинал этот подкаст сам, безо всякой студии. Для своего удовольствия и для вашего удовольствия тоже. Со временем это стало моей основной работой. Я сейчас ничем другим не занимаюсь, только подкастами. И вот сейчас не очень понятно, что будет дальше. Но вот что я хочу сказать. у подкаста Закат Империи есть Патреон. И большинство патронов у меня, естественно, из России. Но теперь, из-за того, что российские карточки не работают по всему миру, количество патронов уменьшилось на две трети. Сейчас их сто. Я благодарен каждому. Но первого числа следующего месяца их станет около 30-40, как говорит мне Патреон. И вот что я хочу сказать. Если вы хотите поддержать подкаст Закат Империи, и живете за границей, то я буду вам очень благодарен, если вы подпишетесь на меня со своей зарубежной карточкой. На Патреоне я выкладываю дополнения к каждому выпуску, а еще пишу разные истории про подкаст и про то время тоже. Еще, если среди слушателей будет достаточно количества людей, которые готовы помогать из России и продолжать помогать, то я попробую придумать что-нибудь аналогичное внутри страны. Напишите тогда мне об этом где-нибудь в комментариях, если вам интересно. все решим. Но в любом случае я буду продолжать делать подкаст независимо от любых обстоятельств. В этом смысле не волнуйтесь. Да, но ваша поддержка будет очень кстати. спасибо. С вами был Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи и студия Либо-Либо. Этот выпуск мне помогали готовить. Редактор Виолетта Ремезова, перевод с французского Александр Леви. Подписывайтесь на Патреон подкаста, ссылки в описании. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова